В эти дни по всей стране организуются встречи поколений. В удушевной беседе представители старшего поколения делятся своим богатым жизненным опытом и ценными наставлениями, целеустремленными молодыми людьми. Подробности в репортаже из Кашкадаринской области. Диалог поколений продолжается. И на этот раз культурно-просветительское мероприятие объединило представителей различных возрастов и профессий Кашкадаринской области. Общение и взаимодействие, устанавливающее духовную связь между поколениями, началось с посещения историко-архитектурного комплекса Каршинского района, музея Абу Муина на Софи. Возрождение исторического памятника инициировано главой государства, поскольку труды ученого XI века внесли огромный вклад в развитие исламского вероучения и мусульманской культуры. То, что встреча проходит на территории музея Абу Муина на Софи, имеет глубокий смысл. По сей день ценятся книги про воспитание молодежи, которые были написаны тысячу лет назад. Фонд библиотеки, рассказывающий о жизни и творчестве известнейших исламских теологов, состоит из 5000 экземпляров. Исторический музей демонстрирует бесценные манускрипты и рукописи ученого. Здесь бережно хранится рукописная копия священного Корана, которую в свое время спрятали в одной из стен мавзолея потомки на Софи. Сегодня мы встретились с почтенными представителями старшего поколения, обменялись мнениями, они поделились с нами своим жизненным опытом, рассказали нам, какие трудности им пришлось преодолевать на своем жизненном пути. Мы воодушевлены их рассказами и в будущем также хотим внести свою лепту в развитие Узбекистана. Встреча продолжилась в городе Карши. Задушевные беседы касались широкомасштабных изменений, происходящих в стране. Взаимоинтересный диалог, устанавливающий духовную связь между поколениями, способствует изучению истории страны молодежью через судьбы старшего поколения. В Диханабадском районе последние 100 лет не было воды. Наш народ очень рад тому, что в каждом доме теперь есть питьевая вода. Очень благодарны за это нашему президенту. Люди почтенного возраста, делясь своим опытом, отмечали важность проводимых в нашей стране реформ, направленных на благосостояние народа, развитие страны, обеспечение светлого будущего для молодежи. Их жизненный путь очень интересен девушкам и юношам. Когда человек живет спокойно, когда в его семье мир и благополучие. К примеру, в нашей небольшой Махале каждый день происходят положительные изменения. Ремонтируются дороги, прокладывают тротуар, идет реставрация детских площадок и бесперебойно подается питьевая вода в дома. На мониторе в цифрах продемонстрированы достижения социально-экономического развития региона за год в различных сферах. Еще 25 лет назад в городе Корши были проблемы с обеспечением населения электроэнергии. А сейчас, посмотрите, какая красота днем и ночью. Город полностью преобразился. Ранее по дорогам невозможно было ходить, а сейчас отремонтированы даже небольшие дороги внутри Махали. Глава государства создает все необходимые условия для населения заботиться о нашем благополучии. О проводимых созидательных работах рассказали на примере Гузарского района, где осуществляется активная работа по ремонту дорог. Их пропускная способность в регионе увеличилась в четыре раза по сравнению с 2020 годом. Также здесь реализуется трехэтапный проект по улучшению подачи питьевой воды. Как было подчеркнуто, благие дела, которые осуществляются не только в отдельно взятой области, но и по всей стране послужат хорошим примером для молодежи. Проводятся большие созидательные работы, направленные на улучшение качества жизни народа. Как говорил президент, главное, чтобы народ был довольный. Мы работаем в сфере водного хозяйства и наблюдаем большие изменения за последние несколько лет. К примеру, в Гузарском районе водонасосные станции находились в плачевном состоянии. В ходе визита президента в 2018 году были даны соответствующие поручения по модернизации насосных станций. И на данный момент сданы в эксплуатацию станции Дослик-1, 2 и 3. В результате всех этих реформ на 13 200 гектаров земли было улучшено водоснабжение. И более 3000 гектаров земли были возвращены в оборот. Как отметил глава нашего государства, богатый опыт старшего поколения во многом поможет в строительстве великого будущего, нового Узбекистана. Такие встречи, душевные беседы, советы, передающиеся из поколения в поколение, играют важную роль в становлении школы преемственности. К концу вечера активные участники были награждены памятными подарками, а песни в исполнении приглашенных артистов дополнили атмосферу.